Приветствую вас, Евгения, приветствую вас, сердечно. Здравствуйте, спасибо, взаимно. Очень рад был посмотреть ваше вот это выступление с предложением конструктивным. Так что хотел бы, чтобы вся наша школа выслушала вас, чтобы вы сказали. Я вообще-то в свое время знал такого человека, которого звали Гена Алференко. Ну, он и сейчас есть, Гена Алференко, но просто мы с ним давно не встречались. Но он создал в свое время Клуб социальных изобретений. Да, и в Комсомольской правде у него был отдел Клуб социальных изобретений. И он всех там собирал, которые чего-то придумывали, предлагали. Мне что понравилось в твоем выступлении? Что ты говоришь, не критикой надо заниматься, а конструктивные предложения делать. Вот это очень понравилось. На самом деле, инициатива людей, которые стремятся думать, как улучшить нашу жизнь. А наша школа занимается именно гуманизацией населения, если можно такое слово тут применить, людей. Гуманизацией, чтобы еще раз, еще раз напоминать, что мы люди, что мы человеки. Потому что в нашем состоянии, в котором мы находимся, внеопределенности завтрашнего дня, когда еще не виден ясно образ положительного будущего, люди начинают накручиваться. Они иногда и в страх попадают, и в панике. А я вот занят только тем, что постоянно лечу бабушек и дедушек. Благое дело. Да, да, да. Ну вот, когда ты будешь бабушкой, я тебе тоже покажу. Да вы мне уже помогаете. Я же тоже немножечко не очень глубоко, но знакома с вашим методом ключ. И наблюдала, и читала, и смотрела. И поэтому вы помогаете, конечно, уже. Я еще не бабушка, дай бог, буду. Ну хорошо. Тогда давай, пожалуйста, рассказывай. Слушайте, ну давайте тогда я чуть-чуть совсем постараюсь коротко о себе. Почему вообще, как бы, к каким-то я выводам прихожу. Меня зовут Евгения Атаманова. Мне 42 года. Я родилась в Ленинграде. Меня воспитывали, в моем воспитании очень сильно участвовали мои дедушка и бабушка. Мой дедушка один из ведущих ледотермиков мира. Он войну прошел, расписался на Рейхстаге. Моя бабушка выжила в блокадном Ленинграде очень большой ценой, ну как бы со своей сестрой. И я видела их окружение. Я видела людей, которые приезжали к нему со всего Советского Союза по научной деятельности. Из всех советских республик, из Кавказа, из Средней Азии, из Эстонии, из Польши. Поэтому, скажем так, я с детства напитана определенным интересом к знаниям. Мой папа, полярник он был в Арктике и в Антарктике. Моя мама гидролог, которая тоже облазила там всю страну по экспедициям. Поэтому, скажем так, совокупность таких моментов была. Почему-то она меня привела в итоге в Институт Государственного Муниципального Управления. Северо-Западная Академия Государственной Службы, это бывшая и высшая партийная школа. Им мне довелось еще успеть получить советское образование и с какими-то новыми методиками. И вот с тех самых пор, да, как бы со студенчества невозможно, как бы при условии того, что в итоге я аналитик, специалист по антикризисному проектному ресурсному управлению, с управленческим опытом большим, больше 25 лет стажа, да, и с опытом до 2005-2006 года работы в избирательных компаниях как технолог. Я не могла, во-первых, знаете как, невозможно развидеть то, что ты видел, невозможно рассчитать то, что ты читала. Много читала на эту тему. И про управление массами, и про прекрасные книги Романа Газенко про слом и кризис начала века, 20-го, 20-го, 19-го. Плюс ко всему, знаете, как Екатерина Вторая в переписке с Вольтером говорила о том, что современные книги читать невозможно. Я читаю только те книги, которым старше 300 лет. Я бы, конечно, с удовольствием заглянула в те книги, но не получается. Но, тем не менее, у меня получается заглянуть в книги Василия Левшина, которые написаны в 1780 году. Я обожаю Тютчева, по всей его поэзии, особенно социальной. Невозможно, знаете, как... Еще очень важно, наверное, читать исторические книги с точки зрения не оценки аналитиков современных, но читать истинные воспоминания, потому что вот если как бы особенно сейчас 20-е годы этого столетия необходимо вспомнить уроки Первой мировой войны, а здесь абсолютно гениальна книга Николая Гумилева «Записки кавалериста». Это очерки о Первой мировой войне, в которой раскрываются... Удивительно в том, знаете, когда вот читаешь эти книги, понимаешь, насколько разбито, расколото то самое славянское сообщество, которое в Первую мировую войну включало и поляков, да, которые там рисковали с собой ради русских разъездов, и русские разъезды, которые рисковали с собой ради поляков. И, знаете, когда читаешь это на фоне того, что уже сходит сейчас, понимаешь, ага, когда читаешь книги 1780 года, понимаешь, что князья Аварский, Кавказ, считали себя славянскими князьями и вместе с русскими богатырями очень сильно давали, не то что откор, а разбивали римских, римских, ну не то что полководцев, сейчас не вспомню, к сожалению, имя, если будет интересно, я пришлю вам эту цитату. Это восхитительно, и когда ты понимаешь, как давно идет борьба на самом деле вот этой рабовладельческой, потом фашистской, римской идеологии со всем славянским мировоззрением, вот другим нашим этим русским духом, который на самом деле не то что Русь, вот это, а все пространство евразийское, которое объединялось, и финны, это вообще мне тогда взорвало голову о том, как вообще, что это были за взаимоотношения с финским народом. Расчитать невозможно, и ты начинаешь все это в совокупности, ну как бы так, как аналитик, вот я воспринимаю всю информацию, да, как бы, которая есть в информационном поле. И складывается картинка, и складывается картинка такая, которая, ну, очень пугает. У вас вот недавно было интервью, я, к сожалению, не успела, его полностью посмотрела, с прекрасной женщиной, Светланой, по-моему, относительно причин, ну, как бы того, как это происходит сейчас, и отражается то, что она видит в своем информационном поле, изучая вот эти политические сообщества и глубинные сообщества. Но, похоже, у нас очередной виток войны вот этой рабовладельческой фашистской идеологии с другой мировоззренческой концепцией. И пересматривая там, я вот пока болела, я говорила об этом, по-моему, или писала об этом, о том, что когда я болела этой новой болезнью, я пересматривала фильм о Нюрнберге. Очень хороший проект, очень рекомендую, Захар Прилепин сделал в рамках цикла «Второй мировой войны». Пересматривала «Мертвый сезон», потрясающий фильм, и, конечно, нужно, чтобы люди внимательно слушали Рудольфа Ивановича Абеля, великого русского человека. Я, извиняюсь, на секунду скажу, что доктор Хас тоже был, помнишь? Да, да, конечно. А здесь доктор Хасай, как раз-таки наоборот, именно защита, именно против того, что говорил доктор Хас. Абсолютно точно. И основное, как бы, для того, чтобы начать побеждать, надо, наверное, все-таки понимать замыслы. Знаете, Сюн Цзы, если я не аж в 500 каком-то году до нашей эры, в искусстве войны, писал о том, что самая лучшая война – это победить замыслы противника. Худшая форма войны – разбить союзы противника. Самая плохая война – это когда нужно разбивать уже войска противника. Но, как бы, мы, похоже, упустили вот этот момент, причем о том, что нас об этом предупреждали в 50-е, 60-е годы. И я немножко, ну, как бы, с большим уважением отношусь к вашей профессии, наверное, с очень большим, потому что одна из моих любимых книг – это книга «Ефремово лезвие бритвы», где главный герой – психофизиолог советский Гирин. Невероятная книга. В ней все расписано, с ней очень подробно рассказано, что фашизм не побежден, что он проявит свои вот эти страшные головы, прорастет в других странах. Мы знаем, какие страны забрали осужденных нюрнбергских интеллектуалов-врачей к себе на другой материк и там облагодетельствовали. Ну, чего, правда, думаем, что они так взяли и отказались. Ну, как, история вся послевоенная, особенно вообще развала социалистического лагеря, явно свидетельствует о том, что ничего не отказались, ну, как бы, поменяли тактику. Какая разница? При этом, как ни крути, они уже миллион раз вот со времен Римской империи, да, и в разных формах, в том числе, знаете, все, очень многие обсмеивали нашего президента, когда он свою речь упомянул о Хазарах. А меня порадовало, что, а, отлично, человек помнит о том, что, как бы, война-то, неважно, кого используют в качестве вот этого самого войска, идет война, как бы, на уровне замысла, на уровне идей. Очень много лет, как Пилсой, больше двух тысяч. И всегда им удавалось нас сломить только через одну вещь, через внутренний раскол. И поэтому и было мое обращение к соотечественникам написано, потому что, конечно же, меня больше всего пугает именно это. Я сторонник абсолютных действий в рамках правового поля, да. Я не поддерживаю митинги на улицах, потому что люди в митингах на улицах, знаете, как эта теория управления массами, легко управлять футбольными фанатами. Они все настроены на одну низкочастотную вибрацию достаточно, да, как бы на через вот это очень у митингов большой риск свалиться в толпу, да, как бы толпу легко спровоцировать, и после этого это обязательно столкновение, обязательно подавление и обязательно после этого возмездие. История не знает других вариантов, чтобы как бы вот эта, скажем так, как низкочастотная энергия, она всегда в итоге наталкивается на низкочастотную энергию. А, как говорится, победить можно только в духе. Герки Радонежский давно сказал об этом. Вы, ваши школы, занимаетесь именно этим, помогая людям найти путь к себе и расти вот в этом своем духе с идеями гуманизма, с любовью к людям, окружающим, с истинным пониманием, да, как бы разницы, что такое эгоизм, а что такое как бы нормальное отношение к себе. И действительно, все нам оставлено в разных книгах, просто каждые книги своего времени, поэтому каждый раз, иносказательно, нужно же понимать смыслы. Возлюби ближнего, как самого себя. Если ты не понимаешь, ну, как бы если ты не любишь себя, значит, ты не понимаешь, что такое любовь, и ты не можешь ее дарить окружающим по-настоящему. Очень, очень, очень сильно, правильно, правильно. Почувствовать самое себя, кто ты есть, само себя, потому что слежит геном творца, конечно, конечно. Конечно, но при этом, что значит полюбить? Полюбить, это значит узнать. Да, а узнать, с какой точки зрения, да, вот у нас люди в основном, как они растут над собой прежним, да, как бы с кем себя нужно сравнивать. Это первый момент, когда ты любишь себя, ты понимаешь, что сравнивать себя нужно только с собой прежним. Вообще вот. А у нас детям сейчас мозг выносят через соцсети, вынуждая их постоянно сравнивать себя с какими-то ролевыми моделями, миллионами, да, как бы, которые просто занимаются выпендрежем. Воспитывать вообще никого не хотят, потому что подменили образование знаний и воспитание... Образованием навыков и воспитанием человека-исполнителя, раба. Не очевидно, не очевидно, что, как бы, о чем идет речь. И когда, когда вот осознаешь, да, с каких, со скольких сторон идет атака, и насколько она продуманная, насколько она тяжелая, понимаешь, что действовать-то надо. Большинство людей, знаете, как бы, с кем общаешься, ну, разные люди, мнение сейчас было очень интересно. Я такое невероятное количество откликов получила на свое обращение. Знаете, это, как есть фраза «я проснулся» знаменитой. У меня была, как бы, фраза «я уснула» знаменитой. Потому что у меня... Я до этого никогда не была блогером, я не занималась этими вещами. То есть, как бы, я никогда не... Я не стремилась к медийности, да. Я готовила, конечно, там, депутатов и к ораторским выступлениям, и к интервью. Но я сама, как бы, ну, вот я, как бы, вот я аналитик, я организационное направление, я сижу, разбираюсь со своими, как спасти, как бы, какой-нибудь хаос, разложить его, чтобы он работал как часы. Интересно, здорово. И тут я разописываю это видео, и вечером Мария Шукшина размещает его у себя на Телеграм-канале. И у меня вдруг оказывается, что у меня есть канал на Ютьюбе, у меня есть уже какое-то несколько сот подписчиков, у меня там 500 лайков, сотни комментариев. Ты попала в точку. То есть, как говорится, в сердце попала. Давай для обращения сейчас скажи, чтобы наши тоже все услышали, кто еще не слышал. Смысл обращения в следующем. Вот всех, кого пугает то, что происходит сейчас, какие странные законопроекты находятся на рассмотрении, и вообще все, которые у нас сейчас существуют, необходимо вспомнить о том, что нужно применять конструктивные решения, действовать в рамках правового поля. Народ, это статья 3 Конституция, единственный источник власти в стране. И законодательная власть, и исполнительная власть обязаны действовать в соответствии с нашим волеизъявлением. У нас для выявления есть два записанных в Конституции варианта, референдум, который очень сложно организовать, потому что находится миллион причин, чтобы ему отказать, и свободные выборы. А как нам на текущую ситуацию выражать свою волю, не очень понятно. В 2013 году указом президента был создан интернет-ресурс Российская общественная инициатива, в рамках которого мы можем формулировать свои гражданские инициативы и иметь гарантии, что они будут рассмотрены на соответствующих уровнях. Там есть правило следующее. Для того, чтобы была рассмотрена инициатива для федерального уровня, нужно в течение года собрать 100 тысяч подписей через госуслуги. Для регионального и муниципального всего 5%. Таким образом, у нас есть реальные инструменты для того, чтобы выражать свою волю. Но выражать ее нужно очень конструктивно и лаконично, потому что они, конечно, хитрые, они придумали такой способ, при котором предлагаемые вариант решения, он ограничен количеством знаков. Я не помню, там, 6 тысяч, что ли, по-моему, знаков. Ни один законопроект никогда в жизни не ограничивается таким количеством знаков, потому что, ну, невозможно, да, как бы. А больше всего инициатив было отказано, там, частично отказано, то, что я смотрела по результатам работы экспертной группы, это то, что недостаточно ясно изложен механизм. Это очень, ну, как бы, хитро, уважуха тем, кто свои задачи решал при этом. То есть, как бы, сделать механизм, но как бы сделать его не очень рабочим. Понятно. Но он есть, да. То есть, конечно же, но его нужно использовать, потому что в ином случае нам, мы сами отказываемся от, наверное, последнего, одного из последних шансов. Все остальное, что происходит в соцсетях, это просто опросы общественного мнения. Здесь есть закон, да, указ президента, в соответствии с которым вот это должно происходить. Я в ближайшее время буду записывать и отправлять следующую инициативу. Это как раз о том, чтобы оптимизировать механизм работы этого сайта, для того, чтобы модерация была не больше двух недель, для того, чтобы там, в некотором смысле, увеличить количество знаков, да, в одном месте или позволить приложениям быть. Это обязательное рассмотрение не через год, когда соберутся 100 тысяч подписей, а сразу же, как только соберутся 100 тысяч подписей. Вот если они собрались через два дня, да, то значит все, как бы рассматривайте. А еще рассматривайте под видеозапись, чтобы люди могли слышать, как вы, эксперты, аргументировали свою позицию отказать или принять. Ну, как бы это же народовластие. Давайте, как бы, норм сделаем. Ну, вот такие простые решения. А привлечь внимание, как бы, это, конечно, наивная моя мечта. Ну, знаете, учитывая, что кроме того, что я вот специалист по проектному управлению, я еще и сказочница, я сказки, как получилось, пишу, не могу не писать. Они просто приходят и пишутся. Вы же знаете, как это с картинами происходит. Приходят и пишутся, да, как бы, и я действительно фантазерка в этом плане, да, мечтательница, наивная. И слава Богу, мне нравится в себе это качество детское, которое нужно сохранять. Только такие люди и создают что-то хорошее. Ну, а как же? Это ваш метод-ключ. Своего ребенка по жизни нужно в себе нести бережно, да. И вот, как бы, вот это детская и наивность, и мечтательность, и умение удивляться, и творчество абсолютно такое чистое. Его нужно в себе ценить и развивать. И это очень большое дело, которое вы делаете, помогая людям в этом. А вот скажи, Евгения, можешь сейчас вот сформулировать вот сейчас для всех, которые нас будут сейчас слушать, чтобы они писали вопросы, комменты, конкретное действие, которое бы хотелось сейчас, чтобы люди совершали для того, чтобы начали улучшать жизнь. Вот какие шаги конкретные, вот что ты предлагаешь? Я всем предлагаю, во-первых, прочитать этот указ президента про российскую общественную инициативу. Человек должен быть сам информирован, не воспринимая исключительно мнение других экспертов. Вчитаться надо. Второе, нужно сесть и подумать со своими, все сидят на кухнях, все встречаются со своими друзьями, обсуждают это по телефону, о том, что так жить нельзя, но как бы, а что делать? К сожалению, я могу сказать, чего не надо делать. Не надо никогда опускать носы и руки и говорить, что, ну, блин, а что мы можем сделать? Все уже поздно. Я говорю, простите меня, пожалуйста, я абсолютно уверена, что в Москве перед битвой за Москву было огромное количество людей, которые говорили, да ладно, все уже поздно. И платформа у нас не очень рабочая, и все остальное. Ну, нельзя, да, как бы, мы же русские, нам же нужно до последнего, нас мало, на мактельняшках, понимаете, ну, как-то, бодрее надо говорить, бодрее, а веселее, веселее. Ну, что ж такое, русские или не русские, это те, кто по-русски мысли-то говорят, и вот этим свободным духом обладают, знаете, не рабы, как прекрасный фильм. Свободный дух, да. Очень рекомендую пересмотреть фильм «Русь изначальная». Вот прям сразу же с чего начинать. Посмотрите «Русь изначальная», посмотрите «Александр Невский», посмотрите «Они сражались за Родину», посмотрите я не знаю, миллионы, да, как бы, ну, хотя бы с этих фильмов начните, вспомните вообще, кто вы, кто были ваши предки, какая, чья кровь вас течет, чтобы вы здесь просто говорили, ну, ладно, нам уже, как бы, ничего не поможет, просто мы сядем по своим квартирам, спрячемся, а вось пронесет, да, как бы, не принесет никого. Это дух свободы, я хочу тебе перебить на одну секцию, секундочку, очень тонкий момент, у меня много друзей, которые, вот некоторые из них говорят, мы русские, давайте развивать эту идею, потому что это очень важно, мы все вспомним, какие не рабы, хотя мы столько лет были в крепостничестве и так далее, но я все время там вот этот вопрос задаю, вот, когда мы говорим, мы русские, ты сейчас употребила, кто думает по-русски, это правильно, вот, я хочу понять, там очень тонкий такой момент, потому что некоторые люди думают, что если русский, значит, национальность русская. Нет, 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 ни в коем случае, я могу, поэтому я уточняю, да. Да, я могу пояснить, что я отношусь к Руси, как вот трактовали ее в древности как раз Левшин, у которого Пушкин, ты напитался этого русского духа, Пушкин про Левшина пишет в Онегине, мы все левшины в оптенцы, он потрясает, он дипломат, это переводчик врага Узеяфрона, он член многих академий наук, ну, конечно, я у тех людей читаю, что такое Русь, да, что она вот от Финляндии, от Волги до Ефрата, как у Чучева, все, география России расписана, это и Иран, и Индия, и Индию в определенный момент, Британия, у той Руси, это не то, что как бы мы воспринимаем, там сложно все, сами знаете, с историей первоисточников нет, у нас почему-то таких два интересных момента было с сжиганием всех первоисточников, вначале при Петре, потом уже шлет с Миллером, да, как бы, ой, случайно сгорело все, надо собрать в одном месте, а потом, так получилось, да, в данной ситуации. Ну, я тоже русский, вот я варис. Ну, конечно, конечно, конечно. А знаете, еще вот, что-то, что-то такое Русь? Русская, дух, дух человека, свободы. Знаете, что такое Русь, с точки зрения, как бы, не этимологии, а именно коннотации, смысла? Это я удивительным образом узнала у нас в деревне, а мы, я живу в Петербурге, а у нас с мужем маленький такой, это мы там себе построили деревянный домик с деревянной банькой на границе Печорского района и Эстонии, ну, то есть, как бы, Псковская область. И у нас есть сосед, очень потрясающий, значит, парень, пограничник и пчеловод, он сам из севера с нашего, с Беломорья. Да. А там очень сохранились старые смыслы вот этих слов, и он несколько раз мне вообще просто, у меня вот так вот глаза расширялись. Значит, Русь, до сих пор на севере говорят, положи на Русь. Что такое положи на Русь? Это, вы знаете, в деревнях, когда подоконник солнышком нагревается, там кошки любят спать, да, вот если мокрая тряпочка, надо просохнуть, говорят, положи на Русь. Русь – это просто теплое, солнцем освещенное место. И оно как раз и объединяет духом и пониманием вот этой своей, это же у нас такая, вот моя любимая земля родимая. Мы православные, но мы сохранили в себе вот эту абсолютную связь со своей землей. Кровь земли наша. Это вот то, что как бы в открытом письме у меня выложилось в песню, и я именно так это и воспринимаю. Я в этом смысле говорю русский. Те самые, которые… Я почему, извини, Евгения, потому как еще нас смотрят, будут смотреть, писать комменты и вопросы. Для этого тоже вот так перебиваю. Дело в том, что когда люди не понимают, что такое русский, и полагают, что это национальность, то возникают очень большие такие сложности, когда путают понятия. От национализма, от национализма происходит фашизм. Потому что, когда многие так неправильно понимают, я русский или не русский, да я русский, а ты там аварец, или там кумык, или там кабардинец, или там индейец какой-то. Но вот эта вот путаница возникает, когда неправильно определены понятия. Поэтому мы сознаем науку человечности, где мы пытаемся по критериям науки четко определять, чтобы не было многозначности, определять понятия. Любовь, сопереживание, счастье быть собой, чувство бесценности живого, потребность созидания, потребность в совместном коллективном творчестве. Что это такое? Чтобы это не было так расплывчато, как есть. В религиях любых это есть. Дух свободы, дух любви к человеку, чувство сопереживания. Это же все основатели религии. Там и Будда, и Моисей, и Христос, и Магомед. Все говорили. Все древние об одном. Об одном и том же. Но по мере трансляции этих идей со временем происходит вылучивание духа этой идеи. Остается только форма, остается традиция, и религии между собой пересорились, а сейчас нужна наука человечности. Вот именно поэтому мы сейчас прямо и пытаемся определить, что, во-первых, русский – это не национальность, а имеется в виду дух свободный. Поэтому говорим «Русь». Вот поэтому. Ты уж извини, что я так немножко уточнил. Это, слушайте, нет. Вы очень правильное, очень хорошее уточнение. Вы делаете очень правильную работу. Это действительно очень важно. Знаете, всегда очень важно понимать врага. Это же не просто происходит вылучивание этих смыслов. Это же осознанная тактика, стратегия, подмена смыслов, понятий. Это замена крифды на правду. Если бы вы воевали, вы бы то же самое делали с длительной... Ну, если бы вынуждены были. А как иначе-то, да? Поэтому у нас... Знаете, я еще... Это не первое мое открытое письмо. Я первое письмо написала в 2018 году во все штабы всех кандидатов в президенты Российской Федерации. Письмо было о необходимости и возможности социальной эволюции общества посредством простых решений. Да. Это как раз было абсолютно про гуманизм, про то, что необходимо нам самим возрождать в себе очень важные вещи и надо применять простые решения. Потому что вот я про Сунь Цзи вспоминала, а Лао Цзи в 300-м году до нашей эры очень правильно написал, что чем больше будет законов и подзаконных актов и правил, тем больше будет воров и коррупционеров, которые будут на этом греть руку. 300 лет до нашей эры. Давайте как-то попроще просто. Знаете, мы же народ простой, мы же можем все, некоторые вещи объяснить на пальцах. Вы же знаете, как быстро определить профессионала в любом деле. Если человек может объяснить квантовую физику на пальцах, значит, он реально в ней разбирается. Если человек просто сыплет терминами, как бы вот этими всеми, ног, ты точно понял, да? Поэтому, знаете, по поводу правильных названий очень важно правильно коннотировать смыслы. Этим занимаетесь вы, этим занимается Роман Газенко в своих видео, когда про коннотацию очень много говорит. В следующий раз надо нам пригласить всех в Зуму. наших друзей, вот мы с Валентиной Киселевой говорили в прошлом ролике, и мы договорились с Четвериковой, она ко мне подъедет, с камерой, мы сделаем совместный ролик. Надо собрать вот нашу нормальную, могучую кучку. Согласна. Это, кстати, было именно с вами что же делать людям. Нужно объединяться для того, чтобы вместе обдумывать конструктивные решения. Потому что от критики, от митингов легко оттянуться. А если со всех сторон на них посыпятся вот эти конструктивные решения, которые мы можем точно так же заранее между собой уже обсудить, уже собрать заранее миллион там этих комментариев под проектом, условно говоря, и пойти на эту российскую общественную инициативу сразу же валом за неделю, собрав эти подписи необходимые, мы тогда начнем иметь возможность по-настоящему нас будет труднее игнорировать. Понимаете? Конечно, и потом, потому что чем проще мы будем изъясняться, чем понятнее, чем понятнее, и чем больше там лежит ясности, искренности, любви к людям и к жизни и любви. Потому что, к сожалению, получается, что начальниками большими почему-то выбиваются только циники, потому что на макушку этой власти трудно нормальному человеку пробиться. Ну так устроен мир, ну так устроен мир. Знаете, это даже не то, что трудно пробиться. Нормальный человек, вы же знаете, что такое как бы система, физика, вот когда или там вы как врач, нормальный человек попадая в систему очень сильно прогнившую, да, как бы построенную на вот этом очень большом блоке интриг, подковерных игр и все остальное. И он такой приходит нормальный, и он там как вирус, да, в этом смысле. И он либо как бы он мимикрировать вынужден, или он как бы выживается оттуда. Поэтому зачем как бы входить в эту систему, если давайте организуем свою. Правильно. данный инструмент. Зачем? Да, на положительном, на положительном, на положительном, на предложениях конструктивных. Абсолютно точно. Какая ты молодец. Ну, давай. Благодарю. Давай, давай, вот предлагай, вот какие действия. Вот ты сказала уже, прочитать вот это, вот ты предложила. Да, прочитать вот это, объединиться со своими группами товарищей, вот прям разложить, посмотреть, как пишутся инициативы, попробовать что-то так расписать, да, как бы между собой обсудить. Это же прекрасно, когда мы можем привлечь своих друзей, юристов, экономистов, финансистов, историков. Как говорил Ковальчук, я обожаю Ковальчука. Это время, когда должно быть, должна быть синергия между науками, когда необходимо объединить все усилия и перестать между собой конкурировать. это то было, о чем мое письмо. То есть нам нужно... Как это правильно, как это правильно, да. Нам нужно вот это свое... Ковальчук, надо учить тоже, мальчиков, чтобы они мудрели раньше, потому что я вот смотрю, вот у нас, например, случайный какой-то парень зайдет к нам на сайт, ну, на наш канал, еще не в курсе дела, еще вообще не знает, о чем речь идет. Раз, если там пишет, да это чепуха, все чепуха, самоутверждение. Мальчики, они все время пытаются... Я помню, я был мальчиком, я тоже вот все время самоутверждение. Это все мальчики так по природе, поэтому мальчиков надо в первую очередь... В подростковом возрасте и девочке тоже. Да. И девочки тоже, да. Да. Что мальчики должны сначала, сначала осмотреться, обдумать. И вдруг оказывается, ведь мальчики все, таланты, безумные таланты. Конечно. Да. И, конечно, вот надо их научить, мальчиков со школы, чтобы они свой талант быстрее открывали, чтобы их любили, уважали, чтобы они больше генерировали полезное, позитивное, а не вот это самоутвержденческое, когда вот говорит негатив, даже не рассмотрев, о чем речь идет. Ну, слушайте, это юношеский максимализм, это все нормально, но здесь тоже, опять же, нужно понимать врага. Миллион книг на эту тему написано, и особенно в фашистской Германии, о том, что нужно делать с захваченным обществом, сильным духом и телом людей, которых нужно использовать как рабов. Им нужно уничтожить образование, перестать воспитывать их. Когда это происходит уже на протяжении нескольких поколений, каждый раз все хуже и хуже и хуже и хуже и хуже. Их вообще запретили воспитывать в нормальном, как бы передачи, постоянный отказ от авторитетов, воспитания вот этого в молодежи. Мы здесь в лаве. Это, как психоаналитики называют это и дипломом-комплексом, отказ от авторитета старших, то есть от всего прожитого всеми поколениями до этого опыта. А как его передавать? Для этого же надо книги читать. Они толстые. Блин, а здесь вот тебе тик-токи, клиповое мышление. Это миллион всего. И роман говорит про ценность русского языка, который прописывает в голове. Есть потрясающая школа Виталия Сундакова, русская школа русского языка, тем же самым занимаются, с другого аспекта. Есть на Украине потрясающий философ Фьюрия Ларичев, который написал несколько книг на тему рунного полевого генома и вот этой как раз с герметизмом на основе еще Шмакова вот этих всех размышлений. То есть это действительно должна быть синергия и философской мысли на сегодняшний день. Надо перестать. Мы же столько лет жили вот в этом, когда сломали идеологию социализма на идеологию капитализма, то есть вечного конкуренции эго, иди по головам, доказывай свое, отстаивай, не объединяйся. Ты должен конкурировать, 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 конкурировать. Ради чего? Ради того, чтобы просто остаться в рамках своей вот этой одной науки в конечном итоге. Нам же результат нужен, мне нужен результат. Я хочу, чтобы следующее поколение всех русских, а если получится, то опять всю планету спасем. Как кто его знает. Надо же мечтать, стремиться к чему-то большему, от фашизма-то избавляться везде, чтобы они как-то по-другому жили. У меня было счастливое советское детство, в котором да, не было богатых, но всем хватало заниматься наукой, заниматься исследованиями, заниматься творчеством, вместе ездить на рыбалку, собирать липовый цвет, рисовать картины и не встречаться каждый вечер дома за столом с мыслями и с разговорами о том, а где мы завтра возьмем денег на еду, что нам принесла перестройка. Смотрите, как сломали людей, опять раскололи, опять раскололи, стравили. И сейчас нельзя нам стравливаться, нам нужно забыть, что мы, кто из нас православный, кто из нас мусульманин, кто из нас буддист, кто вообще, неважно, кто просто атеист, какая разница? Даже у атеистов есть понятие совести и порядочности. Конечно, у всех есть. Абсолютно точно. И понимание того, что если как бы ты ведешь себя по отношению к своим соседям и друзьям порядочно, если все так будут себя вести, то другое общество будет. Но это должно быть не конкурирующее вечно общество. Это все-таки должно быть. Конечно, не вопрос. И как тоже прекрасная книга, всем рекомендую, «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». Это как раз, чтобы придумывать свои, формулировать инициативы. Это очень серьезная книга анализа опыта экономического чуда с 20-го по 50-го по 53-й Советского Союза, которое было построено на артелях, которые благодаря хрущевской оттепели, кто это назвал оттепелью, я не знаю. Как бы слякать и слякать абсолютно. Потому что это были богатые сообщества производственников. Конечно, они все мелкое, ну, не мелкое, в общем, все вот забыла. Забыла термин, простите, но смысл в том, что параллельно существовала и командная экономика, и частная хозяйство. Вот оно. Это еще Ленин в свое время мечтал создать НЭП, но потом он не смог, и он сам... А Сталин сформулировал... Он сказал потом, потому что образования в людей не хватило, поэтому не смог. Но сейчас уже... До 1953-го года хватило, вот понимаете, да, и вспоминаем, а на чем же это было основано? На массовом образовании. Просто поехали новые русские передвижники по деревням, открывались клубы. Страшное время. В каждой деревне дом культуры с колоннами, да, вот как нам сейчас описывают, все боялись просто. Все просто под дулом пистолета и автомата боялись. Да вы что, люди... Надо правильно знать терминологию. Когда мне нынешняя молодежь говорит, да вот... Или даже не молодежь, говорят о том, что до войны победили только потому, что под дулами штраф бата это все было? Ну, это понятно. Все зависит от того, под каким трендом сейчас... Здесь вопрос, они даже не знают, что это такое. У меня, знаете, как было интересно, это очень интересный момент, простите, отвлекусь, но он такой, у нас 9 мая в семье всегда был, ну, как бы, самый важный праздник. Собирались все в квартиры на Васильевском острове, не помещались, бабушкины, все с семьями, да, человек 15. И мы после этого обязательно шли на салют, на стрелку к Академии художеств. И во время того, как кричали «Ура!», мой дедушка по папе, да, который проходил, прошел штрафбатальон, он был в штрафбате, потом он ходил всю дорогу, всю войну шофером на дороге жизни, выжил, и он с криками «Ура!» посмотрели на бабушкиного дядю, который был командиром заградотряда. И вы даже не представляете, как они обнимались, потому что первоначальный смысл заградотрядов, штрафбатальон, он, конечно, в силу нарушений всегда идут в авангарде. И заградотряды — это в первую очередь отсекать диверсантов противника, потому что это же идеальная тактика отсечь вот эту группу, окружить и уничтожить. Первоначальный смысл другой. Они даже не знают, что он был. Они даже не могут себе вот это поколение представить, что это действительно по-другому, как сейчас преподносится. Поэтому еще что нужно. Читайте больше первоисточников. Потрясающий канал, советую всем, очень была поражена. На Ютубе Нар Абос Хистори называется. Молодой человек, который сейчас живет в Одессе. Он делает потрясающие максимум 15-минутные фильмы про Великую Отечественную войну, которые взяты из книг-мемуаров реальных событий. То есть, если он делает про нашего Ковпака, то, во-первых, это воспоминания самого Ковпака, зачитанные, вот эти обрыки. Во-вторых, это фотографии Ковпака, видео Ковпака и видео тех районов, в которых это происходило. Это невероятно, как бы, обогащает внутреннее и уважением к тому, что там пришлось и какие-то люди были и к тому, что надо заниматься образованием. Нам не дают образование, надо самим заниматься самообразованием. Важно, детей не воспитывают, надо самим заняться воспитанием детей. Можно сколько угодно возмущаться тому, что у нас детям показывают не те мультики, а можно сесть вместе с ними и посмотреть просто мультфильмы 40-х, 50-х годов вместе. Это же потрясающе, да, вот и техник того, как это было нарисовано. Люди, снимались актеры, золотая антилопа, да, какой красоты, какой гармонии можно напитаться оттуда, какие там правильные смыслы заложены. А ее тоже, когда болело, нужно же сразу же это, как восстанавливаться? Как ребенок? Сказочки читать, мультики смотреть хорошие, да, я себе вот забила в Ютьюбе мультфильмы 40-х, 50-х годов. Я посмотрела столько интереснейших, красивейших, которых я не видела никогда в жизни, там, в детстве. И в каждой очень хорошая идея, дружба, объединение, саморазвитие. Что в этом плохого? Нас убедили, что все, что было тогда, это просто какое-то страшное забивание личности, создание серой толпы. Да ладно! А что же у нас тогда лучшая актерская школа? Ну, почему? Тут вообще спорить не о чем. Были плохие периоды, были плохие периоды. В каждой из школ. Все было, да. Все было, все было. Но... Хорошее, надо брать хорошее и увеличивать. Вот. Из пожаров прошлого, я не помню, кто сказал эту потрясающую фразу, что из пожаров прошлого нужно брать не только пепел, но и огонь, да, как бы в сердцах. Вот нужно как-то, знаете, взбодриться, это вот то, что еще нужно делать. А после этого надо объединяться вот через такие сообщества для того, чтобы обсуждать свои идеи. Не просто заваливать, да, наша цель же не завалить этот сайт миллионам разных предложений. Наша цель выложить туда такие десять, которые реально помогут, да, и будут сразу же поддержаны, и будут собраны не сотни тысяч подписей, а миллионы подписей. А для этого нам нужно... А теперь вот следующий шаг какой? Следующий шаг... Ну, я вообще предлагала, я надеялась на это, вот эта мечта была показать до... Сейчас, в начале декабря, у нас очень важный момент, я не помню, какого там, восьмого или четырнадцатого, в Петербурге восьмого, по России, по-моему, четырнадцатого, будут решаться вопросы принятия вот этих федеральных законов региональных о введении QR-кодов. Очевидно, что успеть выложить какую-то инициативу, промодерировать ее, подписать, ну, нереально. И мое третье предложение было в открытом письме о том, как же можно... Нам нужно показать тем, кто власть имущие и забыли, что они всего лишь на госслужбе, да, не на работе, не оказывают платные услуги населения. Они на службе, причем в службе нам. Нашу, как бы, волю. И мне показалось, что было бы правильно выбрать какой-то день, вот, всем-всем-всем по стране, да, и один час. И выйти всем на улице и просто молча постоять, да, 15 минут, посмотреть в небо. Помолиться, стихи почитать, пожелать добра и здоровья всем своим родным и близким. Просто молча выйти, но всем одновременно. Давай сделаем, давай мы всех так убедим в этом, что в этом будет все. Давайте, потому что, может быть, они тогда поймут, как нас много, да, и мы можем просто помолчать, постоять и о хорошем подумать. И не надо будить русского медведя. Зачем? А самое главное, нам нужно перестать ссориться между собой. Нужно не допускать, чтобы при вас кто-то мог сказать про другого антиваксер или ваксер. Ни в одну, ни в другую сторону. Вот это вот частая и правильная мысль. Надо ее усилить сейчас для всех, что вот этот раскол, который сейчас происходит, уже происходит, надо его остановить, сделать профилактику для всего населения. В том смысле, перестать спорить на эту тему. Правильно это или неправильно, давайте каждый пусть принимает решение свое. Абсолютно точно. И мы будем просто общаться со всеми, как со всеми нормальными людьми, потому что почему он принял такое решение или почему не принял такое решение. Но это же как и вера в Бога. Кто-то верит, кто-то не верит. Это дело совести, дело понимания, дело воспитания. Зачем нам этим заниматься? Потому что мы этим самым отвлекаемся от главного, от построения лучшего будущего. нас отвлекают и путают, понимаете. Это же происходит, просто нужно понять, что это делается осознанно и не поддаваться на это. И с уважением относиться к каждой точке зрения. И только так. Опять же, Сергей Радомирский, только любовью и единением мы спасемся. Что такое любовь? Это уважение к другому. Понимаете, что значит любить себя? Это значит, что ценить себя такого, какой ты есть. Не позволять, не ломаться вот этому, что внутри есть хорошее стержня. Не подламывать его. И естественно, вам не нравится, когда вас насильно начинают подламывать. Почему так мы позволяем себе относиться к другим? Если это не обязательно, каждый решает сам. И у каждого свои доводы. И недопустимо здесь введение QR-кодов это нужно остановить, потому что это абсолютно следующий шаг метода вот этого самого слома общества. Я не знаю, вы читали или не читали мою сказку, попадалась на вам, я не помню, отправляла, не отправляла, но вот в ней, да, прямо в самой первой главе очень, ну, так, аллегорично как раз на эту тему о том, как Каще тысячелетия, тысячелетиям побеждали богатырей, каждый раз подламывая новому поколению еще одну память и подменяя одно другим, вот потихонечку и долго, а что им, они бессмертные, они могут себе позволить, да. аллегория, аллегория, но смысл именно в этом, да, нас все хуже и хуже, это называется окна овертона, нас уводят вообще в дни, в дни, в седебри, людям обрезают историческую память, ну, что мы не знаем, да, сколько раз нас раскалывали по разным поводам, теперь вот по этому, вот это допустить нельзя, вот это допустить нельзя, и действовать, как вы правильно говорите, нужно только из любви, только из гуманизма, и, знаете, нужно, самый главный совет всем, это про все, обожаю сказки народов мира, там вообще архетипично все расписано, самое страшное испытание для человека медные трубы, после того, как человек убивает дракона, самое страшное не стать драконом, надо сейчас вот выиграть битву в собственной душе, и, несмотря на то, что вокруг нас происходит столько всего, что, ну, невозможно держать иногда не слез, сочувствия, не таких, знаете, прям сильных слез, вообще возмущения от того, что да вы вообще, что ли, ну как так, но все равно при этом нужно оставаться в том самом конструктивном ключе, и не опускаться до этих низких вибраций, надо все-таки расти над собой прежним, а это значит расти интеллектуально, расти духовно, расти эмоционально, об этом тоже забываю, да, нужно научиться как бы владеть собой, в этом помогает метод ключ, и много других построенных на этом же принципе психофизиологических практик, и это всегда, знаете, гармоничное развитие, это всегда гармоничное развитие, это и интеллект, и спорт, и духовное развитие, эмоционально, а это нужно учить, это нужно передавать детям. Я тебе скажу, что я проанализировал все эти практики, которые мне доступны, я увидел, что в принципе они все основаны на том, чтобы снимая стресс, восстановить свою целостность, целостность в периоде здоровья, и общество тоже должно быть целостным, тогда оно может развиваться, абсолютно, вот поэтому мы сейчас говорим о миролюбии, о любви, о сотворчестве, о коллективном созидании, потому что один человек этого сделать не может, он может сохраниться, но он не может интенсивно развиваться, и оставить свой след действий для своих поколений, это все вместе только могут делать. Русское слово счастье своё часть единого, и мы всегда счастливы в единении, и другому не бывает, русские, знаете, своих не бросают, и это как раз те самые, которые именно значит, значит, мой лично следующий шаг, я как задачу себе понимаю, вот я буду ждать Четверкову, чтобы мы сделали видео, я позвоню Роману, другу своему, Газенко, предложу ему тоже, чтобы мы вот в Зуме все вместе собрались потом, и какое-то такое сделали, такую конференцию небольшую, вот, но нам надо спешить хотя бы успевать сейчас в соответствии с требованиями времени, чтобы злые срелы, как говорится, не обогнали, потому что эту неопределенность, которая сейчас возникла, авантюристы и те, кто поциничнее, могут взять под управление и еще больше и больше на всех рассказывать. Поэтому нам нужно всем, конечно, остановить этот раскол, вот прям всем-всем-всем, каждому человеку в нашей стране нужно не допускать, чтобы при вас говорили ваксеры и деваксеры, нужно помнить о том, что мы все сограждане, мы все имеем право на уважение к своей позиции, некоторые могут ошибаться, некоторые могут быть напуганными и наивными. Вы понимаете, вспоминая вот этого прекрасного Гирина из «Лезвия бритвы», у него есть потрясающая там глава, где он рассказывает о том, что происходит с человеческой психикой в периоды кризисов, как и падение Византии и средние века были сопровождены … Говори, говори, говори. Да, были сопровождены вот этими массовыми эпидемиями пролича внезапного, что люди просто на улицах становились парализованными. И чем же он это объяснял? Тем, что человеческая психика, когда происходят настолько тяжелые все время гнетущие события извне, она в какой-то момент, у нее тумблер переключается, она больше не в состоянии сопротивляться, она как бы закрывается как улитка, все, я выключился из этого мира. И это прям массово было. Вы понимаете, что как бы, к чему нас могут вести, что нам могут оправдывать, какие еще изменения, ухудшения в общем и здоровье граждан только этим. А на самом деле все в тяжелейшем стрессе, не от полноценного медицинского обслуживания. Вообще нужно как бы, на мой взгляд, нужно вообще инициировать, чтобы в условиях вот такого кризиса, да, и с тем, что народосбережение это стратегическая цель, это вообще нужно брать под контроль нашему Министерству обороны. Если вы что-то хотите сделать положительное, вы поставьте везде хотя бы палаточные эти прекрасные пункты, где могут хорошие военные врачи проводить хотя бы какое-то экспресс-обследование человека, выдавать ему не просто формальную отписку, а реально его обследовать, чтобы он имел на руках мнение военных врачей о том, что стоит ему или не стоит прямо сейчас делать какие-то медицинские процедуры над собой. Ну что же это такое? Это же и есть те самые простые решения. Давайте вещи своими именами называть и беречь мир от зла в себе в первую очередь, внутри себя как бы не скатываться до этого всего. Поэтому надо высыпаться как следует, потому что когда человек не выспится, он раздраженный, у него не хватает энергии, а для того, чтобы восстанавливаться, надо все-таки настраиваться на волну позитива, потому что что бы ни случилось, вот я, например, когда собираюсь разговаривать с человеком, или с группой людей, я уже постарше по возрасту и могу, так сказать, советую всем. Я настраиваюсь на то, что я буду искать человеке позитив. И когда я настраиваюсь на то, что я буду искать в нем позитив и настраиваюсь на позитив, беседа получается. А когда ты настраиваешься себя показать, какой ты там и прочее, беседа раскалывается. От улыбки станет всем светлей. Да. И даже маленькие улитки, поэтому, конечно, слушайте, но здесь можно очень, опять же, синергия наук, но вы посмотрите, как сейчас, сколько прорывов, особенно квантовая физика, но мы же как бы понимаем, что мы сами являемся люди, состоящие из воды, да, как бы мы сами являемся и генераторами, и резонаторами, да, всех энергий, которые происходят вокруг нас. Мы должны генерировать любовь. Я тебе скажу, я тебе скажу одну вещь. Мой друг, академик науки, там, технологических наук, ноябрь, он написал монографию, что мы состоим не из воды только, мы состоим из света. Абсолютно точно. Ну, а без этого-то никуда. Из фотонов, из фотонов мы все состоим. Просто потом эти фотоны, из них там молекулы, атомы и там прочее. Нитрина. И мы будем разговаривать, и вы все посмотрите, участники нашей школы, какие удивительные вещи. И поэтому в результате получается, что хорошие люди, а они светлые. Да, слушайте, а если, очень рекомендую вам книгу, Ричарда Баха, «Гипноз для Марии», там очень хорошо, вот, как раз на тему влияния, как практическое применение. Вы правы, все на самом деле, ничего другого, и света, только и света, да, здесь все Бог, он все создал из себя. Это те самые мельчайшие, там, фотоны, нейтрина, и прекраснейшие частицы, и маджоны, знаете, которые являются ключевыми кирпичиками, потом вот этой формирования материи, а они на самом деле, первоначально абсолютно нейтральные. И мы чем их заряжаем, из того они строят эту вокруг материю. Вы понимаете, какая сила, почему Иисус Христос говорил, любите друг друга. Вы просто эту любовь, вот эту волну генерите, да, ни жадность, ни зависть, ни страх, ни тревоги, да, ни уныния, тем более, да, так получилось, да, что я, у меня был такой личный апокалипсис в 12-13 году, прям вообще, и я как бы чудом выжила после онкологии, но я тогда вам могу сказать, что я четко поняла, что я поняла, почему говорят, что уныние один из самых страшных грехов. Это как снежный ком, все дальше нарастает, как снежный ком. Конечно. И уныние, и злоба. Почему я против вот этих столкновений на улицах? Все как снежный ком, порожденная энергия, она всегда будет, а это физика уже, да, как бы. Порождает зло, конечно. Да, поэтому здесь вопрос в том, что мы сами должны генерировать любовь, а если вокруг нас происходит что-то другое, мы должны ретранслировать, потому что мы же все как бы взаимодействуем друг с другом на разных планах, многих не видим, многих не знаем, а они есть. Это как электричество, мы его не видим, а оно есть, да, оно и атмосферное есть, такое, и мы должны сами гасить эту негативную энергию вокруг, в окружающих нас близких. И это тоже то, чем нужно заниматься всем, каждому, среди своих родных, среди своих друзей, среди своих коллег. Ну, как-то по-другому вибрировать, да, позитивно, с любовью, с уважением, с пониманием, с сочувствием, с, как единый народ, как родные, как близкие друг к другу люди. Это об этом было письмо, давайте друг к другу относиться, как близкие люди. Да, и вот хорошо, что мы сейчас начинаем собираться, и начинаем обсуждать, в такой теплой встрече, вот это и то, что называется безальтернативный диалог, это как раз таки, синергетический диалог, это когда мы пытаемся вместе, понять, как нам быть, мы вместе, вот это состояние, только вместе мы сила, это здорово, вот там сейчас, в нашей стране, вот это нужно. Смотрите, как интересно, да, вот есть в философии такое понятие, один плюс один равно три, да, и как раз тоже в физике, это вот это, появление некого синергетического эффекта, да. Качество, новое качество. Качество, и смотрите, как нам на это намекнули в Новом Завете, там, где двое вас будет молиться, там всегда буду меж вами, а третье. Да, 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 там и я между вами, да, конечно. Мы, когда мы вместе, а по сути своей объединяемся, это тоже как бы как некая совместная молитва, потому что, какая, во многом не важно, о чем мы говорим. Да, сам дух, сам дух, да, конечно. И он усиливает. Дух очеловечивания, дух очеловечивания. Я тебе очень благодарен, Евгения. Мы в следующий раз спишемся, когда встретимся, мы сейчас почитаем вопросы, которые там напишут. И поэтому давай вот твою идею сейчас будем, как говорится, пропагандировать социальных инициатив, и вообще инициативнее, чтобы все были в мирном плане, чтобы пытались понять вещи лучше и выражаться проще и понятнее. Давайте. Спасибо, Евгения. Я тогда... Благодарю вас за этот отговор. Очень тебе благодарен от лица всей школы. Спасибо. Давай, до встречи, до встречи. До встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok